Главная презентация месяца, если не года. Корпорация Apple на презентации представит долгожданную новинку iPhone 16. Поклонники яблочной продукции жадно собирают подробности того, что их ждет. Сейчас известно про вертикальный блок камеры, а еще про большие дисплеи. 6,3 дюйма у iPhone 16 и 6,9 у модели Pro. Гаджеты станут выше и шире, а незначительно увеличится также их вес, хотя толщина останется прежней. В общем, про это можно говорить долго, как и про схемы, по которым гаджеты будут просачиваться в Россию. К радости некоторых поклонников всего западного, одного из них вы видите на экране. Вот это я вам сейчас показываю те, которые смотрят на телеграм-канале Соловьев. Вот один это старый телефон, вот старый телефон, темненький. А другой это новый телефон, iPhone 12 Pro Max. Подскажите мне, пожалуйста. Круто, да? А обзорщики современных техновинок у нас, конечно, еще те. Мягко говоря, здесь я не только про Соловьева, но про и знаменитого Стаса i как просто, знаменитого своей глупостью. Ну и технологии в каком-то смысле тоже им подстать. Вопрос, почему в России нет своих айфонов, давно уже и философский, и риторический. Причин можно выделить много, но давайте назовем несколько. Например, проблема с доступом к производству и технологиям, которая обострилась после начала войны. Современные айфоны, мультифункциональный такой мощный комбайн, маленький компьютер. И вот этому компьютеру требуется соответствующая начинка. К сожалению, в России не настолько развита микроэлектроника, чтобы производить требуемые энергоэффективные чипы и так далее. Есть, конечно, вариант с закупкой нужных комплектующих и последующей сборкой. Но, опять же, из-за войны это все практически невозможно, и доступ к импортной электронике, если есть, то к устаревшей. Это в любом случае будет недешево, да и бессмысленно. Вдобавок, создание подобного устройства, вот этого самого айфона, потребует инвестиций в разработку. Цикл создания продукта довольно долгий, и он подразумевает проведение исследований еще до начала работы. Помимо создания аппаратной платформы, потребуется написать к ней софт, тестировать все это. Это нужны не только деньги, но и огромное количество времени. У Huawei, для справки, только научно-исследовательских центров более 20. И это не то, чтобы поверхность, это верхушка, верхушки айсберга, попытки создать что-то свое. Это всегда сложный, сложнейший, невероятно сложный процесс, но все равно в России такие процессы были. Вот пытались создавать что-то, как у них, были попытки создать что-то оригинальное, например, Yotafone, и использовать китайские модели с Android на основе отечественных программных фишек, например, TaigaFone. И работать на основе даже собственной ОС под названием Aurora. Всегда это было специфически, как говоря, и забавно. В гонке поучаствовал даже Яндекс со своим Яндекс-телефоном. Ну, давайте вспомним, например, как Чемезов лично показывал Путину то, чем можно, по его мнению, гордиться. Вот эта вот интересная штука, это шифратор. Сегодня этот шифратор мы изготовили для специальных служб, для органов федеральной универсии. Потом мы совместно с ОСБ доработаем и для коммерческого использования. Участь сия не миновала не только Путина, но и Медведева. Как-то раз Чемезов показывал гаджеты и ему. Большое количество обращений, говорит, где этот самый российский смартфон. Как я понимаю, вы его сделали. Это первый у нас смартфон российский, который мы создали. Это стопроцентное российское изобретение. Здесь у нас... А детали? А детали, к сожалению, иностранные. Вот так вот втюхивал, извините, другого слова нет, суперновинку Путину и Чубайс. Посмотрите, на этом видео он представляет ему планшетный компьютер. Компьютер без кремния может иметь применение в сфере образовательной. Сегодня в него закачан полный комплект учебников. Но если вы сейчас смотрите нас не с этого планшетника и не через йотафон, значит, видимо, все пошло как-то не так и не туда. Зато, тем не менее, все прекрасно у основных фигурантов истории с новшествами и новинками про Путина и Медведева. Все помнят расследование и знают. Можете пересмотреть. И не по разу, а про Чубайса же в бытности его в России. Напомню такую цитату из старинной заметки Forbes. Усадьба на ближайшем к музею Пастернака участке в деревне Переделки настроилась для главы Росна Анна Анатолия Чубайса и его супруги. Стретство началось вскоре после свадьбы. Огромный дом стоит полностью отделанный, но пустой. По словам господина Сучкова, в основной дом площадью 2,6 тысяч километра. Два гостевых дома и другие сооружения. Его компания вложила 50 миллионов долларов. Что касается Чемезова, то про него было расследование тоже много. Я просто напомню, что семья главы Ростеха спрятала в офшорах имущество на 22 миллиарда рублей. В том числе супер яхту и вело в Испании. Для сравнения, я напомню, что создатель айфонов Стив Джобс, например, жил до своей смерти вот в таком домике. А в таком живет сейчас Марк Цукерберг, который придумал Фейсбук. Наши технари, если так можно назвать, Чубайса, Чемезова, их же с ними, они, конечно, побогаче. Об утешении могу только напомнить, что у нас в стране, например, создается и существует уже во всю Лабуга Политех, который делался и подавался, по крайней мере, чтобы тамошние студенты создавали в будущем свою Силиконовую долину. Но сейчас они делают вручную дроны для фронта, делают это часами, что называется, не разгибаясь. В этом тоже были расследования. А еще у нас с вами есть чехлы для айфона с цитаторами патриарха Кирилла. Как тебе такое, Тим Кук?